Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Что она больше не любит вас. Что она вас ненавидит. Я должен найти этого панка и набить ему морду. Эппи, я слышала, они заявили в полицию. Заявили? На меня? Они не посмели бы. Но кто и почему? Откуда мне знать? Может, это женские сплетни. Это из-за того, что ты бил свою дочь. Не хватало еще того, чтобы родителям указывали, как поступать с детьми. Я приучу их к дисциплине. Только бы мне узнать, где они. Я бы мигом приволок их сюда. Говорят, девчонка в больнице. Ее осматривают врачи. Врачи. Я научу ее. А второй негодяй не пришел домой ночевать. На работе тоже не появился. Эппе, как бы ты не попал в неприятности. Я в неприятности? Никто не смеет указывать мне. В моем доме я делаю все, что хочу. Это правда, что ты меня больше не любишь? Я пришел услышать это от тебя лично. Ответь мне. Ты не любишь меня? А почему тебе понадобилось услышать это из моих уст? Решил испытать меня на прочность? Нет, нет. Просто я не могу поверить. Почему же ты сомневаешься, Алехандро? После всего, что было между нами. Я хочу убедиться. Хорошо. Я больше не люблю тебя. Убедился? Прости, я пойду в дом. Нет, нет, подожди. Ты не можешь говорить так. Почему? Это неправда. А зачем мне лгать? Ты любишь меня? Ты должна все еще любить меня. Должна? Я должна любить тебя? Можно узнать, почему? Потому что между нами произошло нечто очень серьезное. Это ты верно подметил. Произошло. Нет, нет, я знаю. Это еще не конец. Ты любишь меня. Ты так уверен? Это из-за твоих талантов Казанова? Мария, милия, не надо. А ты как думал? Ты придешь и обнимешь меня нежно, как когда-то и я растаю? Буду вне себя от счастья? Прошу. Думал, что я потеряю голову от твоих поцелуев и объятий? Что буду мечтать только о них? Умоляю, не надо. Я не хочу, чтобы это повторилось. Я не рассчитываю, что ты... Найди себе другую дуру, которая оценит твои таланты. Нет, нет, Александр, ты не войдешь в мой дом. Успокойся, давай поговорим. Я не хочу с тобой разговаривать, я хочу, чтобы ты ушел. Я не уйду, пока ты не выслушаешь меня. Александр, ты не можешь настаивать. Кем ты себя возомнил? Дорогая, прояви благоразумие. Не желаю. И не называй меня дорогая. Ты ведешь себя как ребенок. Ты убил во мне все детское. Помнишь? А той улыбчивой, мечтательной Марии Эмилии, которая любила тебя, не осталось и следа. Ничего. Осталась только грубая, беспощадная, оскорбленная Мария Эмилия, которая ничего не желает знать о тебе и не желает видеть тебя никогда. Ради Бога, ты такая злая. Не трогай меня. Да, но что я должен сделать? Ничего. Ты ничего не должен делать и говорить. Я только хочу, чтобы ты ушел. Неужели я так сильно обидел тебя? Ты еще спрашиваешь? Ты еще имеешь наглость спрашивать? Дорогая, но у меня есть оправдание. Нет, Алехандро, ничто не оправдывает тебя. Прости меня. А что у меня от твоего раскаяния? Ничто не оправдает тебя. Прости. Я удивляюсь, как у тебя еще хватает наглости появляться здесь. Уходи. Уходи, Алехандро, и забери с тобой свои сожаления. Ты не слышал? Я сказала, что не нуждаюсь в твоих сожалениях. Но, Мария Эмилия, что я буду делать, если ты не простишь меня? Дорогая, ради того чистого, прекрасного чувства, соединившего нас. Ради счастливых мгновений, которые мы пережили, которые мы разделили. Дорогая, ради всего, что было и всего, что еще может быть. Дорогая, позволь мне загладить боль, которую я причинил себе. Я знаю, что смогу, если ты позволишь мне. Пожалуйста, прости меня. Письмо, письмо. Простите, я зашла. Мне лучше уйти. Нет, 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 не уходи, Хенероса. Нет, нет. Не хочу мешать вам. Нет, Алехандро уже уходит. Зачем он приезжал? Зачем? Не зачем. Просто поговорить. Как всегда. Ой, дорогая, я так испугалась, увидев его. Послушай, ты говорила мне, что мы поедем в больницу вместе. И я одевалась, когда... Эмми, смотри, письмо от России у Эмми. Наконец-то моя девочка написала мне. Да? Да. Что пишет? Я прочитаю тебе. Посмотрим. Дорогая мамочка и все остальные. Прости, что я так долго не писала. Неблагодарная. Я уж чуть было не решила, что она заболела. В последнее время мне так грустно и одиноко без тебя. О, бедная девочка. Что... Что я думала, это отразится в моем письме. И так как мне не хотелось тебя волновать... Как можно не волноваться, когда твоя дочь так далеко? Я решила подождать немного. Синьора Фенероса. В чем дело? Иду. Здесь я здесь. Что случилось? Что случилось? Мерседес просит вас бежать скорее. Полиция пришла забрать Пепе Пенни. О, нет. Я должна это видеть быстрее. Ты видел? Это полиция. Они проверяли адрес. Они входят. Они поднимаются. О, боже. Какая будет свалка. Его уже забрали. Нет, как раз вовремя, синьора. Но где полицейские-то? Они уже внутри. Если это один из моих детей негодяев, вот увидишь, я расквашу ему физиономию. Синьор Хосе Пенни, известный как Пепе Пенни? Да. Вы должны пройти с нами. Кто я? Куда и почему? У нас ордер на ваш арест на основании причиненных вами телесных увечий. Но... Пепе. Послушайте, офицер, здесь какая-то ошибка. Я не виновен. Неужели? Так докажите это. Пойдемте с нами. Но... Пойдемте. Это насилие? Синьор, дайте ему объяснить. Синьор полицейский, послушайте его, прошу вас. Пепе, не позволим забрать тебя. Ради бога. А теперь что? Наверное, спускаются. Сейчас вот-вот выйдут. Вот он. Пустите, черт возьми. Чего уставились? Чего уставились? Я до вас еще доберусь. Соседи это заслуживает аплодисментов. Браво! Браво! Благодарю. Не за что, синьора. С вашего позволения. Да. Не стоит уделять этому больше времени. Сделал дело, гуляй смело. Солнце восходит каждый день, дорогая. И каждый день это новая жизнь. Мы должны выносить пользу из любой ситуации. Хватит сантиментов и сожалений. Ни один мужчина не заслуживает этого. Мы покажем Франциско. Артензи, ну это правда. Мы думали, что он самопорядочность, но он предал тебя, как только на горизонте появилась другая, без всяких сожалений и угрызений совести. Но, к счастью, дорогая, у тебя есть хороший адвокат, который вытянет все до последнего гроша из этого ничтожества. Ради бога, не говори.